Вообще сказал себе, что я вообще с дела с музыкой не буду иметь, потому что нужен футбол, хоккей, вот все что угодно, но только не музыка, вот это какая-то вообще ерунда. Пока не случилось событие, которое перевернуло вот мою жизнь, и вот это вот чувство вот внутри, и нету возможности как бы сблизиться, потому что это робость внутренняя, это вот, это стеснение, это вот какой-то вот страх, вот это вот такое почтение высокое, что ты даже рот не можешь открыть, знаешь. Чего боятся все люди, а я только радуюсь этому, я всем матерям говорю, балуйте своих детей, дайте им любви, чтобы они потом не были попрошайками в женщин, дайте им столько любви, чтобы они не выпрашивали любовь по принятию меня, меня очень трудно принимать, я не простой человек, не такой, я все время делаю свое, я все время делаю все по-своему. И вот все друг друга терпят из-за детей или еще чего-то, или еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то, то есть человечество на сегодняшний день придумало единственный способ взаимодействия, это брак. И вот этот брак, он как оковы ведет и несет всех, да. В то время, получается, вы были, по сути, зятем президента, популярный сейчас термин. Да. Вот в том статусе вы что-то чувствовали, была какая-то особенность этого времени, или в то время это было... Какое же было это прекрасное мгновение, когда я взял и ничего не знал, и когда я только струну дернул, это для меня был весь мир. Как же вернуться туда? И отсюда и художники, которые стали великими мастерами, а потом вернулись к примитивизму и начали как дети снова рисовать, чтобы опять это снова поздно. Почувствую. Добрый день, дорогие зрители. Сегодня у нас замечательный гость, который вы все знаете, Далер Назаров. Мы с Далером знакомы лично. И, в принципе, я вот вначале говорил, что формат сегодняшней встречи и вообще формат этого интервью, так как я не журналист, это не какое-то сформальное журналистское интервью о творчестве вашем, а больше встреча неформальная, за чаем, чтобы мы могли пообщаться в дружеской беседе. И это интервью, наверное, больше о Далере Назарове, как о человеке. Больше как о человеке и возможности нам пообщаться и сохранить это в памяти нашей и в видеоформате, как эту встречу и для наших зрителей, и для нас самих. Вот, я хотел еще пару слов сказать про это место. Мы находимся в Сухробта Art Gallery. Это мастерская и сейчас уже дом-музей Сухроба Курбанова, знаменитого художника, единственного народного художника СССР из Таджикистана. Он оставил большое наследие, и здесь есть какая-то особая атмосфера, на мой взгляд. Вот мы сейчас прошлись, прочувствовались этой атмосферой творчества, атмосферой креативности и особого ощущения. Многие, кого я встречаю, не были здесь, хотя это место находится в самом центре Душамбе. Вот вы вспоминали, что вы, получается, здесь были, здесь была, когда аптека. Но здесь с 92-го года, получается, почти 30 лет уже в мастерской, где творил известный художник, оставивший очень большое наследие, историю и имя о себе. Вот, ну, я предлагаю начать интервью, наверное, с простого такого вопроса, если вы можете просто рассказать про себя, про свое детство, кем вы хотели стать в детстве, про свою семью, потому что этот вопрос, он больше, наверное, не связан с творчеством, он связан с вами. Боже, спасибо. Вот как раз этот вопрос больше всего связан с творчеством. Почему? Потому что, если не та среда, в которой человек растет, которая предполагает, дает ему возможность мечтать, отстраняться от мира, а это всегда любовь и забота, тогда вряд ли он творческим человеком может стать. Скорее всего, тогда он будет дисциплинировать себя и искать какие-то рамки, в которых он будет себя держать и с другими общаться. То есть, это другие роды деятельности. Но вот предопределение творческого человека чаще всего является, его направление творчества является то, что первые частицы творчества уберет из любви родительской. Вот эта любовь родительская, она вот дает ощущение, что есть в этом мире какая-то сила, которая тебе заботится. И она же дает вот это первое ощущение существования вот чего-то очень высокого, большого, чего называют Богом или чем-то еще таким, что не подвластно нашему разуму. И у меня счастливое детство в счастливой стране, в счастливой стране с счастливыми родителями и счастливыми друзьями. И то чувство, которое во мне сейчас, то, что я счастлив, и то, что я согласен с самим собой, и это все благодаря тому, что оно было таким, каким оно должно было быть. Но это не означает то, что оно было прям такое вот ровное. Там были глубокие, тяжелые какие-то переживания, которые частично проживались в душе, частично проживались в виде каких-то событий, которые в жизни происходили, какие-то вещи. Но если говорить о том, кем я хотел бы стать, честно говоря, никем не хотел стать. Вот мне задавали этот вопрос всегда с детства, «Кем ты хочешь стать?» Я никогда на него не могу ответить. Ну, папа был министром культуры, получается, в вашем доме? Да, папа министром культуры был, да, и все. Творческая обстановка дома была. Но у меня никакой вообще это... Понимаете, я вообще не понимал, зачем хотеть быть кем-то. А братья, вот брат старший ваш? Мой старший брат, он кино... Он знал, что он хочет стать? Да, он знал. А сколько у вас разница с ним? Тринадцать лет. Пятнадцать или пятнадцать. Намного старше, да? Да, намного старше. И вообще, да, он какой-то более целеустремленный. То есть вы младший были сын? Я самый младший сын в семье, да. И поэтому я никогда не понимал этого вопроса, кем я хочу стать. Потому что мне казалось, что кем я хотел стать, это родиться. Вот я родился, и теперь я должен просто жить. И сейчас я так же вот живу. То есть я никогда детей своих не спрашивал, кем они хотят стать. Мне казалось, что это такой вопрос, который сбивает ребенка вообще с толку, понимаете? Потому что он знает, что ему хотят... У него спросить что-то, на что хотят получить тот ответ, который от него ждут. Это все сугубо мое вот мнение, да? О чем-то бесконечном, о чем-то вот очень таком невероятно вот красивом, который вот с чем я родился, с чем я пришел в эту жизнь. Нельзя описать, что это такое. Но оно вот с самого начала во мне жило. И оно жило, как какая-то тоска вот. Тоска, но очень светлая какая-то, чистая. Но я никак не мог ее сориентировать, никак ее не мог поймать, потому что со всех сторон спрашивали, кем ты хочешь стать. Потом надо было идти в школу, учить математику, или в садик надо было идти. Ты все время в этой дисциплине какой-то, которая... В школе какие предметы давались лучше? Все мне плохо давались, да. Я ни по одному предмету не проявлял никакого. Какой школе вы учили? Девятый. Девятый школа. Школа очень хорошая, преподаватели хорошие. Но я сам по своей структуре, по своему вот этому... Я человек как бы своего мира, который должен был сотворить свой собственный мир. Вот вы понимаете, если человек должен сотворить собственный мир, и у него уже есть какие-то идеи и планы по поводу того, как это делать, то все остальное, что его принуждают, заставляют делать, он делает только из-за любви к родителям, из-за того, что он не хочет их расстраивать, из-за того, что он хочет себя вести нормально, понимаете? И вот степень того, насколько он способен вот как бы этот идти на компромисс, и есть вот это вот то, что он называет, что вот он понимает, вот он знает, вот это все. И как бы я не понимал, зачем мне нужны вот эти вот уроки или что. Меня в школе нравилось только мои друзья. Я любил с ними встречаться. Вы лидером были в классе? Да, я был лидером. И все, короче... В драках участвовать? Да, конечно, обязательно в драках. Но больше не драки, а больше как бы вот эта вот ситуация сама, знаете. Потому что драться-то по-настоящему никто не хочет. Но вот как бы создать вот это впечатление, как будто вот сейчас что-то будет, что-то будет, что-то будет, что-то будет, потом как будто разняли, и мы как будто сказали, вот если бы это не было, мы бы сейчас там побили бы их. Вот это тот сюжет какого-то фильма. Потому что мир, он состоит из шаблонов. И вот я сразу это увидел с детства. То есть я сразу увидел, что это шаблон, который мне предлагается, он для меня неинтересен. И я хочу раскрыть какой-то свой шаблон, то есть открыть свой путь. Но в то время практически это невозможно было вообще допустить в своем сознании. Почему? Потому что мы жили в прекрасной стране, в прекрасное время. И все лозунги, и все, что в ней как бы оно провозглашалось, оно все было какое-то такое вот, ну, оно было о человеке, оно было о его жизни, о братстве, о всем, 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 всем. Ну, мне как-то этого не хватало. Почему-то я всегда думал, что почему-то оно какое-то ограниченное. То есть все говорят это, но как будто этим не живут. И мне казалось, что есть что-то такое же, идея такая, но она может быть какой-то настоящей. Например, чтобы я был четыре мушкетера. Чтобы мы были четыре друга, и вот мы идем там, потом мы вместе там где-то в харчевне кушаем. Или мы четыре танкисты и собака, или мы Битлз, которые тоже четверо. Вот эта дружба, которая не подвергается никакому сомнению, преданность вот эта дружеская, она являлась для меня самым главным, важнее того, кем я хочу стать. Я хотел иметь друзей, которые были бы единомышленниками, и нам было бы с друг другом хорошо. А заниматься какая разница чем? Хоть мы будем там дом строить, хоть мы будем это делать, хоть что-то. Я хотел найти единство души, понимаете? А в принципе оно не предполагалось. Да и сейчас оно не предполагается. В основном стоит вот этот план, там еще чего-то. Но благодаря этому ужасу, кошмару, который пришел как бы вот в жизнь людей, да, сегодня, люди стали задумываться, что как им не хватает вот этой вот, вот этой внутренней открытости для того, чтобы вот в этот тяжелый момент просто поддержать друг друга, понимаете? Ведь для этого же надо этого Бога в себе взрастить, в сердце, чтобы ты мог. Да, этот год он заставил. Да, и многие люди об этом задумались, поняли, что то пространство, за которое они боролись, своей свободой, да, и казалось для них тюрьмой, потому что им было предложено быть в этом, как называется это, ну, когда ты закрыт. Самоизоляция? Да, вот самоизоляция, да. Мы же все хотели от этого мира убежать куда-то и спрятаться, и вот всем это подарили, как бы, все мы сидим дома, и все мы, как бы, этот, делай, что хочешь, вот сиди, да, и пожалуйста, вот все. То есть мы получили, как бы, что хотели. Так вот, мы всю жизнь учимся тому, чтобы понять, чего мы хотим и кем мы хотим стать. Вот мне сейчас 62-й год идет, да. Вот если вы меня спрошите, ты вот стал тем, кем ты хотел стать? Я опять не пойму этот вопрос. Почему? Потому что моя профессия – это быть тем, кто я есть. Просто без доля разором. Да, ну просто вот он поет, сейчас он разговаривает, да, например. Вот сейчас он захочет рисовать, завтра будет рисовать. Он никакой, он открыт ко всему. Или возьмет, начнет фильмы снимать. Или книгу начнет писать. Или вдруг так в математику идет, да, что кто-то скажет, зачем 62 года уходит в математику? А ему разницы нет, ему это понравилось, он туда пошел. Потому что я верю вот этому зову души, я верю тому, что вот куда меня зовет мое сердце. И может быть, вот это и есть главный секрет того, что вот то, что я делаю, оно стало нужно мной. Потому что все люди хотят делать то, что они хотят. Но когда-то они лишили себя этого права, понимаете? Они не поверили в это. И может быть, те, кто их вели, так же, как и мои родители, они старались меня сформировать при всей любви, при всей этой свободе, при всем понимании. Можно сказать, это идеальное просто вот, идеальное пространство, в котором я мог расти, развиваться. Но лучше не придумаешь. Потому что я всегда думаю, что, наверное, я своим детям не сумел создать вот того. Вы были золотой молодежью, как вы думаете, с того времени, являясь там сыном министра? Я как-то, вот знаете, это, я как-то, я любил друзей, да, вот, и я дружил с разными людьми. У меня и хулиганы были друзья. И когда мы ездили там в Зимчаруд, вот это вот, мое главное место в моей жизни, это вот, где я обрел вообще себя, это вот это святое место для меня. Я с ребятами шлачные все, со всеми с ними дружил, и также дружил с детьми министров. То есть оно как-то было вот, оно как-то было нацелено вот так же, как и сейчас. То есть оно нацелено вот на саму душу, вот на самого этого человека, вот кем он. Не его статус. Да, не его статус, не его деятельность, не то, что он из себя представляет. Этот имидж, вот этот образ, вот это, оно на меня не влияет никак, понимаете? Как меня спрашивают там, как вас принимают государство там или еще чего-то. Я говорю, я не знаю этого, я знаю людей. А люди все разные. Если ты успел познакомиться с человеком до того, как узнал, что он миллиардер, тогда мы успели подружиться. А если ты узнал, что он миллиардер, и ты с ним дружишься, волей-неволей тебе мешает вот это, что ты от него что-то хочешь, понимаете? Поэтому в этом смысле, как бы золотая молодежь, она в моем понимании, она по-разному выражалась. Это были дети каких-то таких высокопоставленных людей. Это была банда дворовая, тоже золотая молодежь. Или музыка, с которыми я играю, тоже, да, вот это все. То есть я проживал вот эти вот ощущения, вот того, когда ты чувствуешь, что вот ты с кем-то вместе, да, вот это вот. И это для меня было самое важное. И мне всегда нравилось собирать людей. И до сих пор я этим занимаюсь. То есть я собираю людей, и чем они более разнообразные, тем больше ликует моя душа. Если там есть и национальности разные, есть люди абсолютно разных слоев общества, и бывает то, что я нахожу сердце с какими-то людьми, которых никто не принимает, и они, может быть, какие-то немножко такие блатны или еще чего-то. Я радуюсь этому, понимаете? Потому что мы как бы перешагиваем через вот это определение того, чтобы я думал, он кто я, кто. Мы отбрасываем это и начинаем разговаривать, понимаете? Конечно, конечно. И тогда нету ни чиновников, нету ни авторитетов, никого, есть просто душа с душой. А расскажите просто твою школьную любовь. Была первая школьная любовь? У меня любовь всегда была. Я родился сразу влюбленным, поэтому я как родился, и вот как я влюблялся, и по сей день я влюблен. У меня не было перерыва в этом вопросе, понимаете? Другое дело, что, может быть, это не такие истории, которые называются любовными, но это любовь вот в то, что ты влюбляешься и этим живешь, понимаете? То есть через это выражается вот это твое вот... И насколько я себя помню, она всегда была. И, конечно, в школе у меня была эта любовь. Любовь в школе – это вообще удивительная вещь, потому что ты любишь кого-то, кого ты можешь видеть на переменках, а переменка длится 5 минут, а 45 минут ты ждешь, чтобы в эти 5 минут быть, а она еще может выйти из класса или не выйдет из класса, а потом ты вдруг случайно ее в городе видишь, уже не в школьной форме, а вот так, и... И вот это вот чувство вот внутри, и нету возможности как бы сблизиться, потому что это робость внутренняя, это вот стеснение, это вот какой-то вот страх, вот это вот такое почтение высокое, что ты даже рот не можешь открыть, знаете, и... И вот эти чувства вот эти вот, они мне на всю жизнь запомнились. Вот именно как бы любовь, любовь как бы, любовь, она для меня является единой во всей жизни, но она как спектр, да, она вот так вот разными вот этими красками, разными этими своими вот гранями, она себя вот мне раскрывала всю мою жизнь, потому что огромное количество людей, в которых я влюбился, про это вообще никто не знает, потому что это были и взрослые какие-то, женщины были, или какие-то еще что-то, то есть это была такая любовь, я вот не мог ей противиться, но и в то же время я не мог ее никак выразить, я не мог ее никак как бы утолить, я не мог приблизиться, я не мог добраться, это было вот так вот, вот это самое удивительное чувство, когда вот может быть ты вот этот вот объект своей любви можешь увидеть только, может, один раз в месяц где-то, а когда был первый опыт творчества что-то написать стихи или сколько лет я я я я рисовал я рисовал я лепил я у меня с музыкой вообще это не было никакого и рисовал лепил я больше потому как мне очень красиво хорошо преподнес как бы это необходимость брат старший и он очень много читал он мой он очень образованный человек очень как бы такое горящий в сердце вот так вот человек скажем так живой и вот он мне все эти идеалы свое мне как-то передавал в очень в правильно дозированном виде и как-то меня он как бы направлял туда что надо рисовать там что-то ты должен делать я начну рисовать не скажу что я прямо это сильно хотел делать и не не скажу что она у меня хорошо получалось истинное творчество это любовь для меня вот сейчас я могу сказать тогда или сейчас людям sky что такое творчество до творчество это как будто бы что-то как будто ты делаешь так как будто бы а творчество это в твое существование сама она сама по себе и створ что мы сейчас разговариваем и мы творим беседу мы сотворяем эту беседу из вот этого взаимного вот этого какой-то особенности наши они находит вот это какое-то созвучие, да, на фоне вот этой любви, которую оставил художник, на фоне того, как мы были приняты его дочерью, да, на фоне всего, вот из этого всего складывается вот это что-то такое, да, которое сотворяет вот это мгновение. А если вы интересуетесь именно самим процессом творения, да, вот честно вам скажу, он у меня вообще никогда не получался. Вот если он сам получается, он получается, а вот так, чтобы я сел и что-то сотворил, вот, не получилось, вот, не получается. А с музыкой сколько лет было вам, когда первый раз? В 11 лет я это начал музыкой заниматься, причем внезапно, до этого я музыку вообще как бы не воспринимал, была попытка учиться в музыкальной школе, один год я проучился, но мне очень не понравилось этот, сам вот этот вот процесс обучения, мне оно не понравилось, и я с удовольствием покинул это заведение и вообще сказал себе, что я вообще с дела с музыкой не буду иметь, потому что нужен футбол, хоккей, вот, все что угодно, но только не музыка, вот это какая-то вообще ерунда. Пока не случилось событие, которое вот перевернуло вот мою жизнь, я в том же Зимчуруде, мне брат ставил, как бы, у него монитофон был, он ставил, и там был этот альбом «Beatles back in the USSR», и там начало вот самолет летит. И вот этот самолет, который был ставлен в песню, я вдруг ощутил что-то такое, но в этот момент не включился еще музыкант, я просто узнал, что есть пацаны вот эти, да, фотографии, что они друзья такие, все у них отлично, и деньги у них есть, и никуда они не расходятся, им не надо по домам расходиться, они все время вместе, кайфуют, балдеют, поют, еще от них весь мир с ума сходит, и я тоже в том числе теперь туда попала. Не понимая, не вникая еще в глубину музыки, я влюбился в их любовь друг к другу, вот в этот идеал, который вот всю жизнь, как бы, я пытался сам создать. И в музыку, фактически, я пришел только для того, чтобы собрать друзей, у меня не было, не было никакой идеи сотворить какую-то музыку, от которой, но вот эта музыка играть вместе, как будто бы это значит быть вместе, понимаете? А сам продукт, он меня не интересовал, поэтому я не стремился к образованности или поступать в консерваторию, меня не понимали, почему же ты, я говорил, мне это не надо, мне вот этого достаточно, понимаете? И когда, но оно тогда не зародилось, тогда не было этого, это просто я послушал, и целыми днями мы слушали «Обладе, облада», вот это все, там у него три песни там всего было, и я вот, вот он их ставил, это «Зимчарут», вот эта «Свежесть», вот эти приятные лица ребят, которые там, вот это все, вот это какая-то такая там вот райская такая, скажем, да, вот такая обстановка там была красивая, что просто там человек в воле-неволе как бы раскрывался, и вот звучали вот эти песни там вот, и создался как бы какой-то фундамент, но из которого еще вот не произошел вот этот вот искра вот эта не возникла. А когда возникла? Я жил в этом дворе вот, вот в этом, в котором мы сейчас сидим. Да? Да, я родился, я родился вот в этом дворе, напротив ЦУМа, вот рос здесь, до 16 лет я жил здесь, в этом дворе, и я родился в этом дворе, и мечтал я все время, чтобы я вышел из него и куда-то ушел. Ну, за нас очень сильно переживали, и все время звали, кричали, звали, кричали. Ну, потом я уже чуть подрос, вот уже ближе к такому времени, и меня послали за хлебом, за хлебом меня послали на перекресток, сейчас ныне гостиница Таджикистан, вот такой перекресток. И на углу там был хлебный магазин такой, если помните его еще. Был хлебный магазин, потом дальше там подарочный, все туда-сюда, вот на углу там вот, вот этого перекрестка Таджикистана, там на углу был хлебный магазин, и я пришел вечером, уже темнело, и пришел в магазин за хлебом, зашел, купил хлеб, и когда я туда выходил, и вдруг я услышал что-то такое, что прям сразу у меня в сердце, звук гитары, и заиграл блюз, и это был альбом Led Zeppelin, то ли третий, что ли, третий, да, кажется, да, и вот эта вот, вот эта вещь звучала. В магазине? Над магазином, из квартиры, какой-то меломан, очень хорошее качество, очень хорошая аппаратура, может быть, сейчас мы с вами говорим, и он это интервью посмотрит, и поймет, что это он был. И когда я вышел, я слушаю, там такой звук, ну точно это был, вот винил, точно это какой-то меломан, и точно в нужный момент ее поставил, и я выхожу, и там горит красный свет, вот этот вечер Душамбе, этот перекресток, у меня буханка хлеба, и этот блюз звучит, и там этот голос вдруг зазвучал какой-то, и все, я вот иду, теперь вот все, я поменялся. Я стал другим, того, кто был до этого, его уже нет. Это было 17 лет? Нет, нет, это было раньше, по-моему, это было, по-моему, раньше, что-то такое, и, в общем, фактически я тогда включился, до этого я был просто вот, ну там, что-то делал, и вдруг я вот, я вдруг понял вот это вот, понял, я это понял, и как-то попал туда вот, вот туда, где вот в это измерение, другое, я понял, почему вот это все, то есть это не просто играть, не что-то, а это есть как, как бы машина времени, которая тебя перемещает в другое пространство, я не мог понять, что это было вообще, я не знал, что это такое, единственное, что я делал, я пришел домой, взял папину спидолы, и начал крутить, и искать эту музыку, неизвестно, во всех просторах вообще-то, мира, и я, и на какой-то день я ее поймал, и поймал, и она, у меня прям звучит, все уходит, потом прошло какое-то время, я у друга своего был, и он поставил, и вдруг она зазвучала, и уже у него был этот альбом, это потом я уже узнал, но она уже меня вела, она уже меня двигала, она уже меня понесла, и понесла, и вот, и понесла, понесла, и... Потом собрали первую группу. Да, первая группа, первая группа это вот так, давай играть, да, потому что там ничего больше нет, аппаратура у тебя нет, гитары у тебя нет, ничего у тебя нет, но есть вот эта идея, есть вот это вот, вот это желание, да, вот вместе что-то делать, и вот это вот вместе, вот оно вот всю жизнь меня сопровождало, я его всю жизнь формировал, как бы в себе и в своих партнерах, умение понимать друг друга, умение, как бы, приходить к какому-то согласию, да, и вот это стало, как бы, вот этим вот делом моей жизни, потом музыка все ушло, и осталось только вот этот поиск вот этого внутреннего согласия с собой, поэтому вот я ничего не делаю, я не музыкант, я не композитор, просто то, что мои, мои, моя музыка и, как бы, мои песни, они известны, популярны, это не говорит о том, что я музыкант, есть люди, которые рисуют картин, но они не художники, то есть это, я... Черчилль рисовал картины. Да, просто, просто не могу я вот никак войти вот туда, где я как будто бы кто-то, понимаете, потому что я до сих пор тот, который может быть кем угодно. А такой вопрос, вот группу вы формировали, получается, ну, есть в современном понимании там продюсеры, да, кто помогает этому бизнесу. В то время, понятно, был другой мир, но на что купили гитары, где заработали первые деньги? Первая гитара была дядина, которая взяли у него этот поиграть, вот, и как бы вот эта гитара из рук в рук переходила, там, кто-то, чего-то там, один аккорд знал, другой знал, другой аккорд, да, а вообще, как бы были люди, которые мне этот, по частицам, понемножку, по капельке, вот, вложили в меня, положили, да, и их было огромное количество этих людей, которые мне рассказали про что-то, тогда информации такого большой не было, и кто-то выдумывал, кто-то действительно что-то знал, кто-то, кому-то кто-то сказал, и вот этого складывался, вот этот мир моих представлений об этом, но тогда продюсеров фактически вот этих вот, наверное, какие они были, какие-то директора или еще чего-то, да, но у меня никогда не было, как бы, никакого этого, никакой цели, да, вот, как-то с ними этот, найти общий язык, кроме того, чтобы попасть в какой-то клуб, где есть уже аппаратура, и чтобы мы просто играли там, вот, чтобы была возможность играть, вот, больше я ничего не хотел, кроме этого. Ну, первые деньги вы заработали творчеством? Нет, конечно, родители нам это помогли, мы купили, ну, мы накопили там, на гитару накопили себе, ну, что-то еще чуть помогли, там, мы же тогда раньше было такое время, мы все деньги собирали, была какая-то копилка там, или еще чего-то, и ты собирал деньги, там, дядя чуть дал, тот чуть дал, все подчуть давали, а первые мероприятия, которые мы отыграли в какой-то школе, то ли 13-й где-то, на Мостажеве, или какая-то школа была, но я знаю, что тогда человек, который нас собрал, мы тогда заработали 13 рублей, и эти 13-е деньги, да, вот эти деньги первые, это вот тогда было, когда вот до грифа гитары мне доставали, я не знаю, мы, мы, все феноменальное было в том, что мы, когда с эрболом играли, мы были очень маленькие, и когда на нас смотрели, глазам не верили, что мы играем, то есть, нисколько наше мастерство, они, сколько, сколько они удивлялись, как мы дотягивались до вот этого всего, да, как, как вот это вот, и люди смотрели на это, и было, как будто это какое-то чудо началось, мы не умели так, как бы, играть, но вот этот наш задор, вот это желание, оно перекрывало всю нашу вот эту неспособность. Теперь вопрос, больше, наверное, связанный с вашей семейной жизнью, вот, когда вы встретили свою супругу первую, как вы познакомились, и как все получилось? В школе, в школе, в школе мы учились вместе. То есть, это и есть та школьная любовь? Нет, нет, это не та школьная любовь, школьная любовь, нет, не та, это любовь, которая уже открылась позже, это любовь, которая уже раскрылась тогда, когда уже, когда уже ты по-другому смотрел на мир, когда ты вдруг искал какой-то вот идеал уже ты искал в этот момент, ты в этот момент искал кого-то, кто может объять тебя своим вот этим вот своим покоем и создать тебе вот это ощущение какого-то комфорта в душе, то есть, оно уже вышло вот из того, как бы, уровня вот этого «моё, моё, моё», оно уже начало, как бы, выходить куда-то туда, где ты хочешь вот этого понимания вот этого вот, когда можно обмениваться друг другом, и первые, как бы, вот эти вот, как бы общения, разговоры, они всегда же у нас о том, что мы выражаем свое мнение о чем-то, и оно совпадает, и мы этому радуемся. То есть, тогда у вас уже сформировался идеал второй половинки приблизительно? Да, у меня сформировался, и я, как бы, искал вот в том, что у меня будет там, например, жена там, или больше как то, что я буду уединен с ней, да, и я в мире ее сердца, да, и в ее присутствии буду жить вот ту жизнь, которую я говорю вам с детства, которую я хотел прожить, да, вот я хотел в ней, в ее пространстве, как бы найти вот именно вот реализацию своей вот той мечты, то есть стать самим собой. А мама, вот образ мамы, насколько большой отпечаток в этом идеале оставил? Самый главный, потому что первый, в кого я влюбился, в свою маму, которая меня родила. Это был первый, и по сей день, потому что у меня мама, это пример просто, я настоящий маменькин сыночек, вот чего боятся все люди, а я, а я только радуюсь этому, я всем матерям говорю, балуйте своих детей, дайте им любви, чтобы они потом не были попрошайками в женщинах, дайте им столько любви, чтобы они не выпрашивали любовь. И моя мама, она дала это сполна, и она, вообще все, чего в этой жизни у меня есть, вот в плане творчества, в плане свободы моей, в плане того, что, как я отношусь к людям, все, это все мама в меня вложила, а папа просто, он вот свет туда дал, да, вот этот, он просто благословил. Но вот эта, вот эта, вот эта рутинная работа, да, вот по принятию меня, меня очень трудно принимать, я не простой человек, не такой, я, я все время делаю свое, я все время делаю все по-своему, это сейчас у меня право быть таким, какой я хочу, а тогда мне не давали быть таким, чтобы я пришел вот так в свитере на это, да, это сейчас нормально, а я был такой уже тогда, я ходил в кетах, на сцену выходил, и меня критиковали, там ругали, но я не хотел всем показать, что я другой, а мне было удобно, мне это нравилось, и многие, как бы, и, а мама моя, она меня во всем поддерживала, она понимала сквозь вот это вот, возможно, ее воспитание само, как бы, оно могло бы к этому как-то критически относиться, да, но... А она была из семьи, какой мама? Моя мама была из такой, она настоящей, вот, она из семьи тех, кто основал город Харок, то есть, и эта семья, короче, такая, достаточно крепкая такая, четыре сестры, и у них, ну, короче, они были такие, что-то было у них, как-то они жили, и наш дом, он был местом, где проходили переговоры, там, по поводу вот этих всех, всех историй, какие были в то время тогда, когда она маленькая была совсем, я не очень хорошо знаю историю, но я знаю вот эти крапинки, и я понимаю, что она с детства была вот домашним человеком, то есть, она родилась, она хуже только родилась, и, наверное, сразу начинала это работать, и вот эта забота о других, она вот всю жизнь ее была, и она привила вот это вот, вот это понимание, видение, забота, и вот это вот здоровое беспокойство о тех, кого ты любишь, как необходимость того, чтобы проживать все то, что могло бы с ними случиться, внутри себя для того, чтобы оно не случилось с ними. В каком году вы женились, получается? Вот про даты можете не спрашивать, но я ничего не помню. Сколько лет было? 22, что ли, что-то вот такое было, да, да. А вот этот возраст, в котором все срываются и женятся, вот, рано, это возраст, в котором есть вот этот какой-то вулкан внутренний, да, в котором может человек, иногда это удачно бывает, а иногда бывает как-то, что очень скоро это решение пришло к человеку, да, он еще не созрел для семьи. Может, он созрел для того, чтобы там ходить, гулять, еще чего-то, но вот чтобы другого человека признавать и считаться с его ценностью, считаться с его свободой, я думаю, что это вообще надо. Чтобы были не готовы. Нет, я считаю, что многие люди, кого я в жизни встретил, не готовы. Я вообще мало видел тех, кто готов. Мы идем на компромисс, мы договариваемся, но мы редко выстраиваем гармонию. И вот все друг друга терпят из-за детей или еще чего-то, или еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. То есть человечество на сегодняшний день придумало единственный способ взаимодействия, это брак. И вот этот брак, он как оковы ведет и несет всех, да. Как бы я абсолютно не хочу ничего критиковать, но я хочу сказать, что те, кто вот они уже закованы в это, они тоскуют по тем дням, когда они были вот в этой чистой, вот этой свободной любви. Она куда-то пропадает. И все считают это нормально. А это ненормально. Эти тарелки, тазы и ложки, когда начинаются в жизни людей, то есть хозяйство, быт, дети туда-сюда, это абсолютно не повод к тому, чтобы потерять вот эту чистоту, вот этого внимания, вот это вот. Это большая, тяжелая, глубокая работа, о которой я могу сейчас только говорить. Я могу сейчас вам описать, как я это вижу, как это может быть, что это такое, что... А тогда это что? Тогда тебе кажется, что ты вот такой-то, а она, короче, тебе это все только это помогает, она за тобой ухаживает, тем более в нашей традиции, да. Она вот прям вот, вот это, ассалам алейкум, все туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. А сколько вместе вы пролили? Ну, по-моему, года три, что ли. Кривую. Да. Немного, но очень-очень-очень интенсивно и очень, как бы, это... Быть. Быть, да, в этой традиции. Вы вместе переехали. Да, мы пытались найти себя, да, во всем. Но вот это первое, вот это чувство, которое было между нами, искреннее, настоящее, да, оно подверглось очень мощному испытанию. Очень мощному испытанию, которое в итоге дало нам опыт того, чтобы расстаться и при этом каждому сделать свои выводы из этого. Потому что жизнь не меряется тем, что хорошо тогда, когда вот хорошо. Иногда вот этот плохой опыт, он становится, ну, в кавычках плохой. В жизни нет плохого ничего. Вселенная, она-то настолько разумна, что никому плохого она не желает. Но мы можем своим ограниченным сознанием называть это плохим, хорошим, все. Я благодарен за этот опыт, и то, что я узнал, то, что я увидел тогда, оно послужило тому, что я шагнул немножко, немножко вышел из своего вот этого эгоистического представления, подстраивать мир под себя, подделывать его под себя. Потому что я решительно был настроен только так. И все эти уступки, которые я делал в своей жизни, и то, что мне со стороны говорили, надо, 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 надо внимания уделять жене, надо там все, вот это все же советы дают, да. Я все это делал и чувствовал в этом фальшь какую-то, да. Почему? Потому что я под этим чувствовал, что там может быть как-то по-другому. Но я не понимал тогда, как это может быть. А какую роль сыграло общество вокруг, в том, что вы расстались? Или бы, если бы вы были вдвоем на необитаемом острове, вы бы остались вместе? Нет, было бы так же. То же самое было бы? Потому что мы несли в себе уже, как бы, вот это, то есть, это была именно миссия нашей встречи, встретиться и расстаться. И я думаю, что никогда никто ни при чем и не виноват, потому что мы все равно выбираем, в конце концов, как. Потому что если мы хотим, и нам суждено быть вместе, да пускай хоть весь мир будет против, мы будем держаться друг за друга. А если мы руки отпустили, то мы отпустили руки. А не важно, что Яго там пришел и Отел. Это Отел уже душил ее все, он же его поверил, послушал. И поэтому тот же дьявол, которого все осуждают, это же его слушают и это делают, но можно его не слушать, пусть он говорит, а потом на него все сваливают. Или говорят, он хороший человек, но у него жена плохая, но он же ее слушает. Интересно. Но в этом браке три года, получается, в то время, получается, вы были, по сути, зятем президента, популярный сейчас термин. Да. Вот в том статусе вы что-то чувствовали? Была какая-то особенность этого времени? Или в то время это было... Ну, знаете, личность самого Варахмана Набиева – это такой прекрасный, светлый человек, что я в нем обрел отца своего второго. И он настолько вообще меня принял родным своим. Конечно, отдавать дочь было ему нелегко, но в какой-то момент очень быстро он мне дал и дал ощутить себя вот просто вот таким же сыном своим, как и своих детей. Это очень, ну, невероятно добрый, светлый человек, да. Как бы я про его вот эти... Про его работу не могу ничего говорить, потому что он много сделал для этой земли, да, и я не слежу никогда за политиками, я смотрю в людей, да. Как человек, я с ним много очень времени проводил, мы с ним сидели, и я думаю, что вот вместо того, чтобы обрести какую-то опору, чтобы мне в этом, как бы в этом городе чувствовать себя во власти или еще чего-то, я обрел, наоборот, какое-то видение и понимание всю сложности вот жизни человека, да, который вот несет такое вот бремя, да, большое, да. Потому что это настолько тяжело быть главой государства, это настолько тяжело, это просто... Я вот поэтому с пониманием отношусь вообще ко всем людям, которые берут на себя вот эту тяжесть, там кто-то там критикует, я говорю, нет, я просто знаю, что я это не умею, поэтому... И это все благодаря тому, что я видел, как он вкладывал туда свою душу, как он вкладывал туда всю свою любовь и вот эти все переживания за все, он круглые сутки был все время, вот секунду, если он только там поспал где-то, вот прям на улице где-то вот заснул, потом просыпается сразу и на работу, и вот так вот. Это все перед моими глазами происходило. Поэтому как бы устроить свою жизнь, как бы казалось, будучи это зятем, да, я думаю, что это не та тема абсолютно. Там было как бы... Было что-то более ценное, да. Потом традиция северных таджиков, которая была для меня вообще далекой для меня. Там все по-другому, тут все по-другому, при том, что мы один народ, но мы настолько плохо знаем друг друга, вот это тоже я увидел, да. Я увидел огромные какие-то вещи, которые я увидел, древние какие-то традиции северных таджиков, которые вот я увидел, что их не достает в том, чтобы привить как бы вот этому горному южному части, а какие-то традиции, вот эта простота, легкость, ее не хватает северному таджику. Так же, как и до сих пор я вот это думаю, оно, грань уже так сошла, но вот это незнание друг друга тоже я там увидел. Вот это вот как бы несовпадение вот это вот какое-то вот, оно тоже как бы это опыт, это большой опыт. Сегодня я езжу, например, или встречаю, например, это, таджиков с севера, да, они все меня считают, как будто я оттуда. Почему? Потому что я впитал в себя самое вот это главное, вот это вот, что видеть, что хочет вот эта традиция, что она несет вот этим, да, что она хочет сказать, я это знаю. И я знаю, почему вот так говорят, почему так говорят, что у него в сердце у этого человека, да. Кому-то может это показаться, что это как будто излишняя учтивость, да, а я понимаю, что это вот часть той радости, которую испытывает человек, который хочет тебе вот такое внимание уделить, понимаете? То есть я ее очистил для себя от вот того, чтобы видеть в ней какое-то что-то. И вот эти вот вещи все, почему? Потому что одни так видят, другие так видят. Поэтому вот это время в семье, вот это все, оно мне дало больше, чем я мог бы как бы статус какой-то получить или пробиться куда-то в жизнь, или еще чего-то, и стать там каким-то композитором, или еще чего-то, или стать каким-то министром, или еще. У меня не было таких планов. То есть я, и мы когда общались с Рахманом Абивичем, когда мы с ним общались, когда я ему говорю, он меня понимал. Он сразу увидел, что нету во мне этого. И он просто на меня смотрел вот так просто, да нет, так вот так вот. Я смотрю, и мне с ним было легко, хорошо и приятно. Невероятно острый ум, невероятная наблюдательность, невероятная человечность, простота. И вот это вот как бы вот это красивое, хорошее воспитание вот это советского вот этого руководителя, да, в самом лучшем вот этом смысле. И потом я после этого уже увидел Махкамова тоже вот. Я увидел, какую личность, какой человек тоже прекрасный, какой он скромный, как вот. И я стал видеть, я стал понимать этих людей. Потому что я вот как бы видел их жизнь и понимал, вот это все выглядит со стороны, как будто это так, так. Я увидел, как тяжело, как тяжело и президенту Таджикстана сейчас, и всем, 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 как бы это ни казалось привилегированным, там больше ответственности, больше вот этого беспокойства за огромное количество, которое, это даже не представляет себе тот, кто пытается это как-то оценить. Такой вопрос. Что вы считаете самое ценное в людях? Искренность. А что вы считаете самое важное качество вашего человека? Мое важное качество. Ну, я это в жизни только пришел к одному, что я пришел к тому, чего я считаю самым ценным в своей жизни, и чего бы я жалов другим, это не врать себе, не обманывать себя. Тоже искренность. Да, это опять искренность. Но как бы искренность, знаете, когда мы говорим про искренность, это больше связано вот с спонтанностью, да? Искренность, она спонтанная, она неуправляема. Никто не владеет искренностью, ее невозможно выработать всего, ее невозможно шлифовать. Она тем-то и прекрасна, что она, это божья искра у нас, да? Это не врать себе, да? Ну, вот религия, да, скажем, да, вот религия. В чем ее суть, в моем понимании? Я не претендую на... В моем понимании, что это дисциплина, которая формирует в тебе того, кто приходит в итоге к тому, что обманывать себя нет смысла никакого. И когда ты приходишь к тому, что ты понимаешь, что себе невозможно соврать, с этого момента вот только открывается вот этот путь божественный. Только с этого момента начинается оно, а все вот это вот, все, что это, это только подготовка к этому. А когда вы уже себе не врете, я себе не вру, тогда мы легко с друг другом общаемся, понимаете? Мы тогда... Тогда я понимаю, каково желать другому плохого, если я не желаю это себе. То есть там все начинает раскрываться. Но мы же до определенного времени временем врем себе. Из-за чего-то, из-за каких-то мелочей. Мы врем из-за чего-то, готовы себе соврать, потому что ничего, я совру, зато это возьму и буду им наслаждаться. А потом, когда наслаждаюсь, ты чувствуешь, что у него вкуса нет. А что вы считаете самой слабой вашей стороной или самым главным недостатком вашего характера? Я считаю, что мои недостатки, как раз все мои достоинства, есть мои недостатки. И мои недостатки, все мои достоинства, например, я скажу вам, человечность моя. Вот моя человечность, она не дает мне сосуществовать с людьми, как ни странно. Потому что вот я не могу быть шустрым, я не могу кому-то позвонить, я не могу кого-то попросить. Хотя вроде все мне готовы помочь, все готовы, алло, пожалуйста. Я не могу. Я не могу, понимаете, я не могу. Не потому что я их не уважаю, не потому что я им не доверяю. А я не хочу, чтобы вот, например, кого-то тревожить. Потому что я всегда пребываю вот в самом себе, я сам собой. У меня нету вот, как бы, я не развлекаю себя ничем. я живу вот в себе. Если меня никто не будет мной интересоваться, я не расстроюсь, не обижусь, понимаете? И вы считаете это недостаток, да? Ну, на самом деле нет недостатка и нет достоинства. Почему? Потому что вот любой недостаток назовите, я вам его переверну в достоинство, понимаете? Но у меня к себе нету требования никакого. Почему? Не потому, что я считаю себя сверхъестественным, а просто потому, что я согласен с тем, каким меня он сотворил. И я принимаю это как великий дар, и вся моя жизнь — это умение принять себя таким, каким он тебя создал, потому что он лучше знает, каким тебе быть. Ну, а если бы вы могли приобрести новое качество какое-то, какое бы вы приобрели? Ничего не хочу. Мне нравится вот так. Мне нравится, как оно идет, и я считаю, что я всеми качествами владею, которые мне необходимы. Если мне надо будет уметь через стену пройти, значит, оно придет ко мне в этот момент, и стена распахнется. Но оно мне не нужно, понимаете? Мне не надо рисовать картины, потому что я знаю, я могу их видеть в исполнении других людей. Я не хочу как бы с ними их догонять, потому что я рисую их рукой, понимаете? Я не хочу становиться кем-то, потому что я научился жить сквозь других людей, понимаете? Я не... Я слышу красивый голос, и я понимаю, что это я пою через него саму себе. Вот я себе все вот так вот построил, объяснил, оно как-то открылось для меня, и у меня какого-то желания совершенства, да? Вот нету никакого. Я знаю, что оно есть уже в том виде, вот в этом несовершенстве и скрыто вот это совершенство. И вот ты должен суметь постичь, как это в этом несовершенстве есть уже совершенство. А это отсутствие желания. Вот пока вы хотите чего-то, вам будет казаться, что как будто что-то вам не хватает. И вы будете создавать истории, в которых вы будете себя всегда видеть недостающим, не умеющим, а если у вас нету желания уже, когда вы живете тем, что с вами происходит и как происходит, вот вопросы вы мне задаете, у меня вопрос к себе вообще нету, нету. Мне интересно с вами эти темы проходить, проживать именно лично с вами, может быть другой человек бы мне такие вопросы задавал, я бы вообще с ним не говорил, да, но я просто вас хорошо знаю, что вы человек, который делаете в жизни, в первую очередь, потому что вам это нравится, это нужно вам, и когда вы спрашиваете, вы открываете сердце и сердце задаете вопрос, вы правильно сказали, я не журналист, мне не нужна информация, я хочу это для себя, вот это и есть ключ. Если вы окажетесь перед Богом, что вы ему скажете? У меня уже отвечал на этот вопрос, я всегда перед ним, и сейчас тоже перед ним, всегда, нет такого мгновения, когда я не перед ним, для меня Бог это не кто-то, для меня Бог это все, это все, закрытые глаза, открытые глаза, вы, тот, тот, все, все. Тот, который меня хочет задушить, убить, дождь, который льет, а я не хочу под него попадать, билет, который отменился на самолет, я попал в неприятную какую-то историю, все это он, потому что если я его забуду, тогда оно мне будет казаться ужасом. А если я понимаю, что это он обращается ко мне через эту ситуацию, тогда я, я вот, хорошая у меня история по этому поводу есть, я стою в Чайхане Рахат, хочу купить кольчашки, жду там, пока мой друг купит кольчашки, и вдруг пьяный проходит. Пьяный, пьяный, вообще вот, вот так вот его несет. И как-то он сквозь вот эту свою пьяность, не видя дороги своей, не видя чего, он меня распознает вот в этой толпе, и идет ко мне быстрым шагом, и я не успел понять, как он меня уже обнял, и обмазал меня всего своими слюнями. То есть у меня была естественная реакция, желание его сразу как бы отшвырнуть. И вдруг почему-то в этот момент мне открылось, что это единственный способ, который ему был в этот момент дан, выразить свою любовь. Понимаете, вот, и я вдруг понял, что вот если собака вам подбегает, она вас лижет, с точки зрения человека, это как будто оскорбление. Но для собаки это так, вот у пьяного тоже в этот момент было только вот, то есть он внутри была у него настоящая любовь, а здесь он весь вот так шатался и разлетался. Может быть на следующий день он меня вилл и просто сказал бы ассалам алейкум, да. А тут у него было вот это. Да, да. Такой вопрос, я всегда задаю его многим своим знакомым. Вот представьте, что вы поймали золотую рыбку, и она вам говорит, можно сказать, при желании. Но три желания не для себя, а для Таджикистана, как страны. Какие три желания вы бы догадали? Для Таджикистана нет, для всего, всей вселенной. Потому что Таджикистан, надо жить во всем мире. Если я пожелаю благополучия своему Таджикистану, то вокруг страны будет неблагополучно, и это вызовет опять конфликт. Поэтому все мои желания, пожелания, желаний нет, пожелания. Пусть сознание откроется у всех людей к тому, чтобы понять, что мы все являемся единством. Что нету вас, меня, кого-то. Мы все едины. И когда мы вот эту единость понимаем, мы легко друг друга понимаем. То есть, я вам отдаю свою еду, вы ее едите, я насыщаюсь. Понимаете? То есть, мы вот туда идем. Вот эта пандемия, вот этот конец света, он нас туда ведет. Тогда, когда вот эта помощь, которую вы с ребятами оказывали, да, Таджикистану, вы это делали, потому что это было зовом вашего сердца, а не тем, чтобы показать всем, что вы это делали. Вы не могли иначе. И таких людей, которые это делают, за это время, вот этой пандемии, стало гораздо больше. И многие люди проснулись. Так вот я желаю, чтобы мы быстрее проснулись, и хотел бы, чтобы это случилось не за счет трагедии, не за счет того, чтобы мы еще потеряли половину человечества, а чтобы оно произошло, вот я это называю хашар, да, вот хашар, чтобы мы в этот, вступили, наконец, вот в этот хашар, и вместе взялись вот за то, чтобы, как бы, помочь друг другу. Мы в эту жизнь пришли для друг друга, для помощи друг другу, признаться, что не могу я один в этом мире жить, не могу. Ну, буду я саму себе песню петь? Да, могу себе петь, но ведь когда вот этот зал сидит, и когда эти люди сидят, и ты им поешь, оно же усиливается многократно, и только ты в этот момент понимаешь, как важно твое существование, не того, который звезда, а вот этот момент, эти люди бросили свои дела, бросили свои дома, бросили свои интересы, и пришли в этот зал, и ждут, когда ты на сцену выйдешь, ты в этот момент понимаешь, как это важно, что ты есть, что ты этих людей всех собрал, и у тебя есть что-то такое, что ты можешь им дать, они в это поверят и я думаю что я бы хотел чтобы это не было привилегии только вот например моей да я бы хотел чтобы вот эта искренность она открылась сердце каждого вот это божья искра и чтобы мы быстрее обрели вот этот язык взаимопонимания да вот всего мира при котором не надо всех выравнивать не надо кого-то убивать кого-то уничтожать кого-то там от кого-то избавляться туда-сюда а вот это существование вот в том в том в той комбинации которая вот нам дана разгадать ее смысл зачем мы друг другу нужны кроме того чтобы душить убивать друг друга грабить быть лучше друг друга на же с детства учат быть лучше всех разве не это начало войны это начало войны и ребенок стремится всегда опередить своих друзей быть лучше своих друзей так вот чтобы вот вот эту концепцию мы ее просто вот разглядели наконец и поняли что нам не надо быть лучше других нам надо прийти к единству нам надо прийти к единству без всяких условий потому что мы погибнем просто мы исчезнем нас не будет я думаю что даже золотая рыбка не нужна это надо вот просто в своем сердце найти если мы все есть одно если мое сердце является сердцем всех то если я в себе самом согласия найду никто это ни при чем это я сам это моя молитва это только я сам как будто вот весь мир зависит от того что найду я это или нет и пусть каждый человек вот вот так же посмотрит на это что от него зависит не надо куда-то бежать что-то делать прям там же вот сидишь где вот просто в этом месте вот понять что ты в душе своей согласен с тем чтобы вот со всеми быть равноправным равноправным не в смысле того что у нас должности одинаковые а то что вы на себе несете свою тяжесть я несу на себе свою тяжесть и я признаю вас несущим свою тяжесть и я свою тяжесть вам не перекладываю я несу свою и достоинство это то как ты несешь себя и вот это признание достоинство другого это есть признание того груза себя самого который он несет и он может быть как будто бы плохим человеком понимаете но может достойно нести в себе этого плохого человека такой вопрос может ли быть счастье в одиночестве одиночество это на самом деле неузнанное единство одиночество это это первый шаг к тому чтобы прийти к единству мы все движемся к единству одиночество это когда тебе кого-то не хватает но когда ты находишься со всеми ты все равно один и вот эти картину которую мы смотрели вот эта картина последний где уже никого нет и он один находится на самом деле всегда он находится в этом а вот это то что он был с другими это грезы его это грезы человека ямар хаям про это и говорит но там нету трагедии понимаете там есть вот там есть то что в итоге не будет вот этот ваш личность да он не может быть вечным он не так же как должность ты не можешь всю жизнь быть директором там или там каким-то это долером назаровым или еще чего-то оно кончится оно исчерпает себя его не будет однажды но вот это то что живет в этом оно всегда смотрит и свидетельствует это существование проходят караваны проходит история проходит люди проходишь ты перед своими собственными глазами но ты вот глядящий остаешься всегда вот вот это для меня вот оно вот вот для меня то есть ты всегда был и ты всегда есть ты всегда будешь да и вот если ты это понимаешь тогда ты ничего не требуешь от жизни ты его но мы да мы все одиноки потому что мы все один нету вас нету меня это все просто как бы он сам себе вот это вот вот это вот вот это сознание. Оно себя само обращает к саму себе через вас. Это я сам обращаюсь к саму себе через вас. Это вы сами обращаетесь к себе через меня. На самом деле это разнообразие и большое количество людей не означает, что... Вот, например, мир животных и растений природы, она живет одним сознанием. Там нет, что собаки на своем языке разговаривают, птицы. Они все находятся в едином ритме вот этого сосуществования. А в чем цель существования человека, на вас говорит? Нету никакой цели. Смысла нет? Нет, потому что это же бесконечность, это вечность. Какой там может быть смысл? Смысл и цель существуют только в конечности. А в бесконечности нет смысла, нет начала, нет конца, нету ничего, есть только есть. И вот у этого есть, ничего ему не надо, он просто есть. Если, например, пирог, должен быть есть, чтобы он был, будан вот этот. А если есть, нету, и пирог исчезнет. Но есть не может быть, потому что даже когда ничего нет, этот есть, есть. Потому что даже нет есть, понимаете? Потому что когда ничего нет, есть то, что ничего нет. Но нужно быть собой. Поэтому быть собой, да. И быть собой, и очень много времени не тратить на то, чтобы пытаться себя сделать лучше, и не тратить много времени, думая о своих недостатках и о чем-то. Просто надо Для этого надо созреть А для того, чтобы созреть, надо себе дать расцвести А для того, чтобы себе надо расцвести Надо дать себе Быть тем, кто ты есть А для этого нужен дух Для этого нужно вот это доверие к этой жизни Что если сегодня я должен был попасть к вам Невзирая как бы на то Нравится это мне или не нравится Я иду туда, сюда уже И когда я прихожу сюда, я понимаю, что это лучшее Из всего того, что мне предложено жизнью На данный момент Поэтому в каждом мгновении это благодарность Потому что я попал сюда Я услышал эту историю Через дочь Это же все Не про художника, не про что-то Это гораздо глубже Это все Это не то, чтобы сказать, да, был художник Он нарисовал эти картины И на этом закончится Нет Это дать ему дальше жить в своем сердце Это совсем другое Согласен с вами У нас в этом году будет В 2021 году Десятилетие Нашей благотворительной организации Пешав Я, по-моему, рассказывал Что мы, в принципе, занимаемся тем Что мы находим талантливых ребят Из неблагополучных семей И пытаемся их как-то мотивировать Давать им Больше информации Советов Тренингов Чтобы они могли Найти свой путь в жизни И я хотел вас попросить Потому что многие из них увидят Это видео, я уверен Дать свой совет Потому что вам 62 года Вы прошли этот путь Часть пути мы сейчас обсудили И вы продолжаете этот путь Но какой совет вы дадите им? Потому что им сейчас там 15-14 лет Как правильно выбрать этот путь? Я единственное, что им посоветую Чтобы они были теми, кто они есть И они пускай стремятся кем угодно стать Но тот момент, когда они не такие Какими они хотят стать Чтобы они не страдали от этого Потому что когда они станут теми Кем они хотят стать Они будут вспоминать то, кем они были И также будут это любить Как то, что они сейчас хотят получить Потому что в жизни нет преимущества Ни в каком моменте Есть люди, которые были на войне во Вьетнаме И когда они вернулись с этой войны И когда война прекратилась Они вспоминали эту войну Как лучшие годы своей жизни Почему? Потому что там они были вместе Там они как-то проживали Вот для них оно так Но если они скажут, что это были лучшие годы их жизни Про них скажут точно Они с ума сошли, понимаете? Поэтому все моменты в жизни, которые мы живем И 15 лет, и 13 лет, и 12 лет И 10 лет, и какие бы они ни были То есть ты когда летишь в самолете Не думай, что жизнь начнется Когда ты прилетишь в Лондон Вот когда ты летишь Это тоже твоя жизнь И когда ты сидел в аэропорту И ждал самолет Это то же самое, как ты когда прилетишь Не надо делать какую-то точку особенной Не надо думать, что как будто бы Вот там что-то будет А сейчас вот можно этот участок жизни Вырезать и выкинуть Живите Вот эти каждый момент Живите вот жадно, выдыхая Вот эту жизнь, любя ее Потому что я могу это сказать Как звезда там или еще кто-то Человек, который там чего-то достиг Ну много можно чего обо мне сказать Так вот я как тот, который достиг Или тот, который звезда Могу сказать, что вот там, где звезда И там, где достиг, ничего нету там Есть вот этот путь Который ты идешь И когда ты приходишь К этой звезде Или к чему-то достиг Ты понимаешь, что вот этот путь На котором ты встретил тысячи людей Тысячи вкусов, которые были Разное небо, которое в твоей жизни были События, которые тебе нравились и не нравились Они и составляют твою личность Они составляют тебя, кто ты есть И ты не можешь ничего из себя выдернуть и выкинуть А чем старше становишься Тем более благодарным ты становишься к тем Кто тебя послал на три буквы Ты больше благодарным становишься тем Кто тебя предали Потому что ты такие уроки получил Но тогда это было Надо было просто их казнить за это А в дальнейшем ты понимаешь, что их поступок ужасный Он тебе дал такое понимание Которое можно было понять только через вот это вот Отрицательное отношение к тебе Поэтому сейчас с ними, вот в этот момент Когда они хотят быть кем-то Но пока они вот взяли гитару И вот нету там еще вот этого Я не думаю, что когда они вот этот аккорд нажмут Вот тогда начнется А когда они аккорд нажмут Когда они уже переиграют, как я Вот и так, и так, и так, и так Они скажут Какое же было это прекрасное мгновение Когда я взял и ничего не знал И когда я только струну дернул Это было вот это... Это для меня был весь мир Как же вернуться туда? И отсюда и художники, которые стали великими мастерами А потом вернулись к примитивизму И начали как дети снова рисовать Чтобы опять это снова поздать Почувствовать Один вопрос у меня про ваше творчество Хотя я обещал, что мы про творчество не говорим Спрашивайте Про вас как человека говорить сегодня Но есть ли какая-то вот из всех ваших песен Одна песня, которая особенно для вас И какую-то имеет особый смысловой посыл Либо ассоциацию в вашей голове с чем-то важным Это все равно спросите меня Кого из детей я люблю больше Понимаете? Вроде бы вот Если вы меня сейчас спросите Я начну про кого-то из них рассказывать Такое ощущение, как будто других нет Буду только про него рассказывать А потом, когда буду про другого рассказывать Я сейчас с вами разговариваю Никого в мире нет Я вот так живу То есть я с вами не говорю Я сам думаю Там у меня вот этот Я только так могу Если я ем Я ем Если я говорю Я говорю Если я играю Я играю Если я сплю Я сплю Я не могу А когда-то мне казалось Что это умею делать Понимаете? Поэтому Поэтому вот этот вот Вот этот процесс сам вот Вот он лучше всего отвечает на все И вот этот вот это Вот это творчество Оно вот То есть там нету песни на самом деле Понимаете? Песня это след того чувства Которого я прожил Вот этого какого-то вдохновения Да? Это не то Он остается для людей Эти картины Они для людей Как знак Как символ того Что пережил художник в этот момент Понимаете? Но для меня они Они для меня оживают Когда их спрашивают Например кто-то говорит Вот там Например в Узбекистане Очень много спрашивали Про узбекскую песню Которую я пел Мою песню Которую я специально Сделал Написал На узбекском языке Но не я Друзья перевели Перевели очень красиво Очень точно Аж я не знаю узбекский язык Вижу что это точно Я ее пою Понимая что я пою Потому что это мои слова Да? Они очень много спрашивали Про эту песню И вот все внимание Там сосредоточилось На этой песне Хотя их любимая песня Это Азизон Додубейдот Чак-чаке-бурони-багор Но в этот раз Я им говорю Я вам так благодарен Потому что я ее уже Десять лет назад написал Да? Как бы вот Я выражал Вот через это Я выражал какую-то любовь Вот к этому У меня же там много друзей У меня там есть Много воспоминаний В Узбекистане И как бы я вот Как бы хотел Вот это выразить Свою любовь В этой песне Да? Вот Чтобы вот Выразить свою любовь Я ее пел И как будто ее никто Не замечал А в этот раз ее заметили И даже эти Пришли интервью Когда у меня брали Мне сказали Вам как удобнее На русском или на узбекском Я говорю Я не знаю узбекский язык Они говорят Как не знаете Вы же песню пели Я говорю Ну мне приятно Что наконец Это как бы Эту песню услышали Расслышали И вот эта песня Вот она для И в этот момент Мне казалось Что вообще никакой Вот песни Больше нет Другой Как будто есть только Вот эта узбекская песня Потому что это ключ К взаимопониманию С людьми Понимаете? Но внутри нее Есть и рудаки И чак-чак И бурони багор И нурихудо И все эти вещи Вот которые вот Через меня вышли В этот мир Да Не мною написаны А через меня Они вот Пришли в этот мир Я могу только сказать Вот это чувство Которое с ними Я беру ее Пою И кто-то слушает Удивляется Что я даже и такое Там что-то ковырял И оно для меня существует Как вот то К чему я возвращаюсь Когда мне надо Снова получить Вот этот толчок Как бы Получить снова Благословение Опять пойти И что-то вот Пронести сквозь себя Но я люблю их всех Все эти песни Когда мне кто-то говорит Вот у тебя вот это было хорошо Это вот не так Я говорю Я не понимаю Про что вы говорите Почему? Потому что В каждый момент Мы разные Да Все равно что вот Например Меня завтра Кто-то увидит Без бороды И скажет Что вот Ты с бородой лучше Или скажет Без бороды ты лучше Это же Это же не имеет Никакого значения Это сбрил Выросло Но вот это все Поэтому эти песни Вот например В каждый момент В каждое время Выходит какая-то одна Она становится Вот этой вот Вот этой вот Примой Она танцует Свой танец Остальные Как будто являются Ее вот этим вот Окружением В другой момент Другая выходит И в каждый момент Вот время Как каждые песни Вот Ну а получается Эти песни Связаны с событиями В вашей жизни Вот здесь Для всех аналогий От первой До последней Вот я Честно говоря Такой Параллели От вот Событий Жизни И чтобы в них Появлялись песни Вот такой Не заметил Большой Потому что Ну рудаки Вот Я рудаки Хотел песню какую-нибудь Написать Наверное я год Вот бился Вот я открывал Ставил Пою И вот Ну ничего не получается Да Вот ну никак Это Это просто Можно сказать Что это Совершенство Которое Было Выражено Нашим Язуком Это Рудаки Это признает Весь мир Которые Не знают Та Жизнь Языка Но они Признают Вот это Вот Вот Это То Насколько Просто Человек Мог Это Сказать И Понятно И Ясно Понимаете То есть Это Самый Большой Показатель Гениальности Так Вот Я его Брал Ставил И вот Эту Простоту Я никак Не мог Поймать Пока Я не Увидел Что Он Вот Такой Хиппи В джинсах Вот Такой Пришел Ко мне И со мной Разговаривает И я ему Слушай Так Ты же Не вот Этот С бородой С книгой Там Памятник Он мне Говорит А что Ты думал Я говорю Так У тебя Зуб Тоже Болел Он Говорит Да Я говорю Тебя Предавали Он Говорит Ну А как Я говорю А у тебя Было Так Что Ты Сомневался Он Ну Ну Конечно Я говорю Ты Боялся Он Говорит Конечно Боялся Я говорю Тоже Человек Так Ты же Свой Парень Ну Давай Быстро Раз И сразу Песня Пошла Понимаете Вот Ключ Где Когда он Становится Твоим Когда он Становится Вот опять Эти четыре Мужки Когда он В эту Компанию Попал Когда он Стал Этим Хиппи Он Стал Вот Этим Образом Для меня Ясным Но Понятным Может быть Других Я вот Так Не Выловил А вот Он Ко мне Как-то Так Пришел И Тут Раз Как бы Следом Вот Этой Встречи Моей С ним Явилась Вот Эта Песня Для меня Как бы Воспоминание Вот Этой Нашей Встречи А люди Когда ее Слушают Они Там Не могут Уловить Встречу Но Они Чувствуют Что Там Что-то Есть Так Что-то И Они Думают Не Ну Конечно Это Рудаки Великие Я говорю Подождите Уберите Вот Это Великий Просто Возьмите Вот Простого Человека Пушкин Тоже Просто Писал Это Не Потому Что Он Великий Забудьте Великость И Прочитайте Как будто Это Дневники Какого-то Школьника Который Влюбился И Прочитайте Рудаки Снова Не То Что Он На Полке Лежит И Вот Он Запылился Смотреть Вот Наконец Опять Человек Достал Эту Книгу И Прочитал Его Снова Не Как Великого А Как будто Пирож Жизни Вот Этого Нам Не Хватает Для Того Чтобы Освежать Себя Восприятию Жизни Утром Проснуться И Пирож Жизни Опять Умыться Опять Пирож Жизни Попробовать Чай Опять Пирож А Звук Произнести Опять Пирож Увидеть Своего Ребенка Опять Пирож Выйти На Улицу Опять Пирож Вдох Вот Эта Свежесть Это Зависит Она Полностью От Нас Хотим Мы Видеть Рудаки Таким Каким Мы Хотим Видеть Или Будем Ориентироваться На Памятник Или На Что А Как бы Вы Хотели Чтобы Вас Вспоминали Через 100 Лет Что Что Будь Говорили А Даля Как Как Народного Просто Как Будто Мои Песни Чтоб Сказали Это Чья Песня Это Народная Чтоб Сказали Вот Так Чтоб Я Растворился Чтоб Меня Не Было Вообще Но Чтоб Я Был Но Чтоб Я Не Был Как Моим Ими Улицу Назвали Чтоб Памятник Не Хотел Честно Я Хотел Чтобы След От Меня Не Остался Но Дела Чтобы Они Думал Что Это Он Понимаете Вот Например Я Повел Эй Паришу Песня Довольно Известная Всем Она Нравится Кто Ее Спел Вот Тот Кто Влюбился Влюбился Кто По Настоящему Кто Он Такой Народный Но Это Жел Кто То Вот Так Я Тоже Растворюсь И Буду Петь Песню Скажет А Кто Ее Совсем Это Народная Как Чья Народная Откуда Он С Хаджент Да Не Вы Че Он С Куля Был Да Никакой Куля Он С Помир Да Какой Помир Посмотрите Как Он Это Произносит У Узбек Скажет Да Какой Вы Че Он Узбек Был А Грузины Скажет Стой 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 Вообще Это Наша Песня Вот Вот И Пусть Она Объединит Пусть Соединит Пусть Вот Этой Личностью Для Кого То Для Чего То Конечно Я думаю О том Чтобы Не Оставить Потом Ком Да Ни Своему Народу Ни Своим Детям Тяжелую Память О Себе За Которую Пришлось Расплачиваться Перед Кем То Очень Бо Не Хотел Этого Не Желаю Но Я Не Стараюсь Жить Так Чтобы Был Я Пример Или Я Живу Свою Жизнь И Как Она Живется Так Она Живется Но Я Не Желаю Того Чтоб Кто Нес За Меня Это Последствия Моих Каких Ошибок Это Действительно Меня Волнует И Это Волнует Меня Как На Уровне Моих Детей Моих Друзей Моего Народа И Моего Человечества И Моей Вселенной И Не Хочу Чтобы Никто На Себя Не Брал Мое Вот Это Вот Ни Один Ангел Никто Ничего Я Сам Его Должен Нести И Я Хочу Его Пронести Сам Потому Что В Не Пришлось Кому За Эту Плохость Твою Отдуваться Вот Может Быть Такое Только Пожелание Чтобы С Этой Личностью Не Не Было Связано Не Хотел Чтобы Звание Ему Дали Орден Дали Или Чтобы Его Именем Улицу Назвали Не Потому Что Я Не Признаю Эти Награды Не Потому Что Я Я Считаю Их Очень Высоким Признанием Но Я Не Как Сказать Вот Я Я Не Тот В Которого Вложили Это Понимаете Если Б Я Например Был 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 Кого Вложили И Послали В Консерваторию Туда Сюда И Он Оправдал Вот Это Вот И Превратился В Какого Композитора Мирового Масштаба Я Тогда Сказал Да Я Вот А Я Просто Любитель Сам Себе Пел И Каким Держусь Я Ни За Что Не Держусь У Меня Нет Никакого Плана Туда Сюда Или Куда Я Спокойно Расскажу Свою Жизнь В Надежде На То Что Она Кому То Поможет Разобраться В Всем Вот Абсолютно Вот Всем Спасибо Вот Что Вы Оставите Много Ли Например Есть Сейчас Людей Ваших Врагов Вот Потенциально Или У вас Нет Врагов Вообще Я Никого Не Считаю Своим Врагом Но Кто Хочет Он Меня Использует Как Врага У Каждый Уж Свой Опыт Понимаете И Я Желаю Чтобы Вот Этот Образ Врага Который Во Мне Если Нужно Так Пускай Так Она Будет Мы Не Можем В Этой Жизни Быть Стерильным Мы Не Можем Вести Себя Так Чтобы Это Всех Устраивало Мы Не Можем Никак Мы Пробовали Мы Пробовали Построить Государство Где Все Хорошие Мы Пробовали Устранить Всех Не Тех И Собрать Всех Тех Но Никакие Форматы Они Не Принесли Вот Единственный Вариант Это Понять Что Вот Эта Пьеса Вот Эта Жизнь Идет И Каждый Несет Свой Крест В Ней Да И Все Разные И Все Необходимые Все Уникальные И Вот Без Единой Песчинки Не Может Вот Это Все Быть Поэтому Признание Достойно Каждый Муравей Каждый Червяк Каждый То Червяк Он Ничем Не Хуже Человека Говорят Вот Человек Там Он Творец Он Венец Там Все Туда Сюда То Он Вот Без Этой Вот Без Этого Червячка Он Не Будет Существовать Потому Что Это Единая Единая Вот Эта Система Вот Это Все Которая Настолько Взаимозависимая Что Вот Это Все Может Как Цифровая Цифровой Мир Например Там Если Вот Такого Одного Элемента Не Будет Хватать Эта Система Не Сложится Она Она Не Сложится Поэтому Каждая Частица Которая Существует Во Вселенной Она Признана Всем Это И Есть Достоинство То Есть Ты Живешь В Этой Жизни Когда Ты Себя Совсем Потеряешь Ты Должен Вспомнить Что Если Ты Родился Значит Ты Признан Всем Этим И Поэтому Ты Не Должен Себя Чувствовать Уничтоженным Затоптанным Всегда Есть Возможность Встать Потому Что Раз Ты Есть Ты Значит Признан И Звездами И Небом И Врагами Даже Твоими И Мучителями И Сем И От Этого Никто Никто Тебя Не Может Лишить То Что Ты Появился Поэтому Я Говорил Я Не Понимаю Как Можно Хотеть Кем Стать В Дет Хотите Делать Чего Не Хотите Не Делайте Как Мне Скажут Дурной Пример Вы Подаете С С С Сколько У Вас Детей У У Меня Пять Детей В Каком Возраст Вообще Не Знаю Сколько У У У У У У У У У Музыканты Которые Со Мною Играли Они Все Мои Дети Они Все Мои Дети Я Своих Детей Не Делю Со Своими Музыкантами Есть Дети Которые Старше Меня Есть Дети Которые Это Понимаете Это Не Биологический Фактор Это То Когда Ты Чувствуешь Это Родство И Когда Он Начинает Верить В Тебя Когда Он Начинает Тебе Доверять Ты Превращаешься В Того Кто Ведет Его Как У Стод Тоже Устод Он Тот Тоже Отец У 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 Финансовый У У У Есть машина Например Машина Сегодня Это Нет У Машина Есть Да Машина Есть Машина Сейчас Машину Даже Могут Вам Просто Отдать Старый Чироки Джип Потому Что Я хочу Уехать На Памир Мне Нужна Машина Чтобы Едеть Туда Не Могу Без Душ Жить Но Хочу Жить Там И И она нужна только для того, чтобы как бы туда-сюда ездить, но не потому, что вот у меня машина есть. Можно и пешком пойти, особенно Душанбе вообще прекрасно пешком ходит. Он не такой огромный, и маршрутки везде ездит. Ну, то есть она меня обеспечивала жизнь вот по мере необходимости, знаете. Чтобы сказать, что я в чем-то нуждался в жизни, нет. Не было такого. Ну и больших благ не на жизни. Не было, нет. У меня нету ничего. То есть я вот перед вами такой, какой я есть, да. Но у меня есть море просто друзей, море людей, которые... Если я без дома, вот, например, да я могу просто в гости всем идти, и 360 человек у меня наберется в Душанбе, чтобы вот так по одной ночи у них переночевать. И когда я приду, опять год пройдет к теме, он уже по мне соскучится, понимаете. То есть это я как бы аллегорически говорю, понимаете. На самом деле я ни в чем не нуждаюсь, на самом деле я не чувствую себя обделенным, лишенным. Как мне говорят некоторые бизнесмены, ну вот, Акидалер, вы упустили свое вот это. Вы что упустили? Я ничего не упустил. Я счастлив. Единственным признаком человеческого благополучия является его счастье. От чего он счастлив? Это уже его дело, понимаете. А есть миллионеры, которые несчастливы. Я им даю советы, как быть счастливым. Бывает даже такое, представляете. Вот имущий дает советы имущему. Потому что я богат не тем, что у меня есть что-то. Я богат тем, что я не нуждаюсь ни в чем, понимаете. С людьми я, людей, как бы это, любовь людей у меня есть, да. То есть мне не нужно ее как бы как-то фиксировать каким-то званием или еще чего-то. Я ее не сотворял, я пиаром не занимался. Она возникла просто вот сама по себе. Она выросла сама. Каждый человек меня сам выбрал в своей жизни, кто меня любит. Я его не принуждал. И когда они меня встречают, я им очень благодарен за то, что они вот эту любовь мне дарят. И благодаря их любви я и по сей день вот такой счастливый, хожу, радостный. Это и есть мой капитал. Та любовь, которая в сердцах эти люди, потому что меня на каждом шагу люди благословляют. Ну то есть это осознанный выбор ваш был, никогда не копить, не... Знаете в чем дело? Деньги, да, деньги очень хорошая вещь, понимаете? Я не тот, который говорит, что деньги платят. Но деньги несут в себе свою вот историю, да? Внутри денег есть вот эта их какая-то судьба. Если вы нацеливаетесь на то, чтобы вот вложить себя вот в добывание в этих денег, вы становитесь тем, кто добывает деньги. А если мне нужно что-то, я хочу вот это что-то, а не то, как его купить, понимаете? И оно у меня появляется, у меня все есть, у меня все есть. Если мне нужен будет сейчас дом, он у меня появится. Но как-то он мне до сих пор вот не был нужен, и мне не хочется плакать, ныть, что у меня там мне дом не дали, что у меня дома нет. Дадут дом, рад буду, но не дадут, ни на кого не обижусь, вот честное слово. Потому что не считай, что кто-то мне это обязан давать, не считаю. Я не нищий, понимаете? Я не хочу быть нуждающимся. У меня много людей, добрых, близких, которые мне помогают. Есть, я не могу как бы сказать, но они считаются с моей свободой, понимаете? Они признают мою свободу, они дорожат моей свободой. Они хотят, чтобы я такой был. И когда они мне помогают, они именно помогают для того, чтобы я продолжал быть таким, оставался. Да, чтобы я не нуждался в накопительстве. Они просто мне как бы сообщают, мы есть, мы с тобой, мы есть. Вот, вот живи, как ты живешь. И, конечно, эти люди в моей жизни, они есть вот этот капитал, они есть вот... Но, скажем так, что мои деньги, они не у меня, они разбросаны в разные места, и мне выдают вот сколько надо, вот на лепешку пошел я, есть у меня там два суммона купил там, есть. А зачем они мне просто нужны, чтобы я сидел и знал, что у меня в кармане тысячи долларов? Зачем? Мои деньги хранятся где-то, и мне выдают вот... И, ну, был, один раз был момент у меня, когда я жили, что у меня денег не было. Один раз у меня был такой момент, когда я маму... Все у меня с мамой связано, да, и музыка, и все, и любовь, и девушки, и все, все, все. И родина, и земля, и вот эта любовь к людям, это все вот благодаря ей. И вот, и когда она была уже в возрасте, уже девяносто, там, или сколько-то, и мы поехали в Хаджаубигарм с сестрой, хотели как бы там ее устроить, чтобы она там побыла, и когда мы приехали туда, доехали радостно, и светило солнце, все туда-сюда. И когда, значит, нас очень хорошо приняли в этом заведении, все, где хорошие места, все, как бы, как положено, все отлично. Но давление померили, давление высокое, сказали, мы не можем ее здесь держать, потому что мы не отвечаем за нее, мы не справимся с этим, мы просто, этот, делаем процедуры, но мы не врачи, мы не сможем справиться, поэтому вы извините. И мы, конечно, огорченные спустились и ехали, и потихонечку я был за рулем, у сестра с Америки, и мы вот так ехали, вот по этому Варзобу. И когда ехал, я вот так на ту сторону реки смотрел и видел много вот участков, и думал, как жаль, что я все-таки в этой жизни не сделал вот этот шаг навстречу вот тому, чтобы иметь вот какие-то богатства для того, чтобы купить какую-то землю, была в даче, чтобы я с мамой туда вот заехал, и чтобы там было все для нее хорошо, там, чтобы водопадик был, и чтобы костер можно было зажечь, и чтобы друзья там были, и плов там сделали, и играли музыку, и вот это все. А вместо этого я ее просто ввез домой, обратно вот в дом, опять в квартиру, вот из которой вроде бы мы родной дом, но временами человек должен как бы куда-то попадать. И вот как бы вот это туда, куда надо попадать, его у меня не было, понимаете? И это я просто чисто искренне говорю, что у меня был такой момент, в котором я прожил при всей своей свободе и независимости, я вот в этот момент на какую-то долю времени, может быть, это было час, но я проживал вот это сожаление по поводу того, что я не пошел там, у того деньги не взял, у этого не взял, на свадьбу не пошел, не сыграл, не выслужился перед государством, там, не заработал чего-то. Вот что-то вот такое вот было, то есть я знаю, что это такое. Я не хочу сказать, что я ангел с космоса приснился. Мне Всевышний этот опыт подарил вот за час. Я когда час его прожил, и когда я сожалел о том, что что-то я не сделал в этой жизни, потом она меня покинула, но я его сохранил в себе, чтобы рассказать его вам, что вот в жизни такого человека, который ни от чего не зависит, есть все. Есть моменты. Он все. В жизни бесстрашного человека есть страх. В жизни благостного человека есть грех. То есть никто ни от чего не избавлен. Поэтому как бы идеализировать, вот я эту всю вот эту историю, которую вам рассказал, вы меня спрашивали, этот человек, который подвержен всему, который видел и знал в жизни, встретил все. И в нем и злость, и ревность, и зависть, и все-все-все, страх, все-все в этом человеке. Я думаю, это самое лучшее, что можно подарить людям. Вот с этой высоты, если ее назвать высотой, просто им показать, что ты от них ничем не отличаешь, что они такие же, как ты. Это самое лучшее. Да, согласен с вами. Вопрос хотел вам задать про суфизм и про Джоудин Руми. Какое у вас отношение к его творчеству? Вот скажу вам честно, творчество я его не знаю, но к нему у меня отношение отличное. Творчество почему не знаю? Потому что оно мне пока не открылось, но я, минуя его творчество, прям попал в него. То есть, каким-то чудесным образом, у меня есть такая способность, что я могу с кем угодно встретиться в себе. И я с ним так же, как с Удакит, знаком, и с Шамсом Табрези знаком. И я с ними этот... Мы с ними просто вот, как бы без стихов, без книг, без музыки, без песен, без метро-тажистской эстрады, без великих суфиев. Мы с ними прожили вот это у костра, и сейчас проживаем это вот состояние. Он открыт для меня, короче, да? Он для меня настолько открыт, что то, что открыто для меня в нем, да, оно не нуждается в изучении его. Это как будто ваш отец, например, да? Или ваш какой-то друг такой, да? Вот для всех он великий, а для вас просто друг. Просто друг. Да, вы его знаете. Не знаете про него, а вы знаете его, понимаете? И я думаю, что суфизм именно вот это и предполагает. То есть, знание не через анализ, не через... Знание не как набор информации, а знание, что ты знаешь. Что ты знаешь? Ты знаешь. Вот вы знаете, что вы любите свою маму, да? Вы же не исследуете, почему вы ее любите. Это же просто вот есть и все, да? И вот, ну, а как вы знаете, что вы любите маму? Знаю просто. А как вы знаете, что вы чувствуете? Ну, обычно просто. Ну, я могу сейчас выдумать Модар, там, тот, и тот. Но там нет этого. Просто мама и все, да? Вот просто, просто, да? Вот суфизм, он имеет дело с сутью, да? Я как бы не говорю по книжкам. Я говорю то, как я его могу расшифровать, да? Я не практикую это, я не изучаю это, я не... Ну, оно как бы вот, как и все остальное в этой жизни, оно для меня как бы небезразлично. И поэтому, когда я сталкиваюсь с какими-то вещами, которые вот имеют отношение к этой традиции, вот к этому, к этой форме выражения человека, да? За всю историю человечества, да? Я понимаю, что это просто такой взгляд на жизнь, это такой образ жизни, такой способ понимания самого себя, который существовал всегда. Это есть вот это как-то врубиться. Это есть что-то такое, что ты врубаешься, да? Не через изучение, не через то, чтобы ты как бы узнал, 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 потом в итоге раз, и у тебя решение пришло. Это озарение. Но чтобы прийти к этому озарению, надо быть открытым. А для того, чтобы быть надо открытым, нужна любовь. А любовь к личностному, она создает историю. И когда вы попадете в эту историю, взаимоотношения вас гасят там, понимаете? А когда вы любите Всевышнего, вы не можете его себе представить, он какой. Но его есть за что любить, он живет в вашем сердце. Вы только закроете глаза, только о нем подумаете, уже как сразу здесь вот так открывается. Там и мама, и папа, и все, 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 и детство в вашей жизни, и все, и солнце, и вот это все, все, все. Самое близкое и самое легкое – это вот это вот открыться ему. Потому что когда ты к кому-то открываешься, эта личность, она мешает тебе. Потому что его эго и твое эго, они сразу начинают тереться об друга, об друга. А когда вы любите безличное, когда вы открываетесь в любви к безличному, там нет никакой истории. Там нет вот этого взаимодействия, взаимоотношения, взаимоотношений нет. То есть вы ему условия не можете предъявить некому, некому абсолютно. И вы не слышите его, и вы начинаете слушаться в глубокую тишину, чтобы расслышать вот в этой тишине вот это что-то, да. И вы настолько из этой любви, из этого желания вот это вот услышать, вы настолько вот уходите от себя самого, что освобождаетесь от себя самого. То есть это свобода от себя самого во имя любви к Богу. Вот я бы это так сказал. А все остальное – это практики, все туда-сюда, они везде есть, и в йоге, и во всем. Это как бы уже меню, понимаете, вот это, вот то-то. И я как бы абсолютно не против этого. Но вот мне, например, оно как бы через практики, оно не открывалось. Я пытался йогой заниматься, этим, то-то. Оно открылось просто вот. Все, раз, и все. Однажды просто раз, и все, я знаю. Я просто знаю. А что знаю? Не знаю, что я знаю, но точно знаю, что я знаю. И не знаю, откуда я знаю, но знаю. И вот это то, что я знаю, оно как живое чувство во мне. А что я знаю? Не знаю. И вот это знание я признал как то, чего не нужно анализировать, чего не нужно доставать, вот это, расчленять. Ну, как будто вы полюбили девушку, да, вот с первого момента. А потом начали ее ноги разглядывать, да, какие там, или глаза у нее. Что-то в этом какое-то, что-то в этом такое вот. Вот как будто вот вам подарили подарок, и вы открыли, начали смотреть, что вам подарили. Вы его, потому что подарок – это просто носитель. Не важно он какой. Туда человек положил свою любовь. И эта девушка, которую вы полюбили, любовь, которая в вас открылась, она не связана с ее формами. Это связано с тем, что это именно она. Это именно она, которая дано в вас вот указать вам на то, что в вас живет любовь, понимаете? Да, да, да. Интересно. Спасибо вам, Акидалер. Мне кажется, отлично мы пообщались. Я думаю, всем будет интересно посмотреть наше интервью, и это останется в памяти как тоже некая творческая беседа, наверное, да? Пусть она останется как опыт. Как опыт. Это вот мой опыт. Мы говорили о моем опыте жизни, да? Это вот вы говорите как о вас, да? Личность – это тоже другое, понимаете? Личность – это вот больше ваша роль в обществе, да? Как бы кто вы такой, да? А вот опыт – это то, как ты сам, то есть твоя версия вот этого выражения, этой жизни. Это мой опыт, и он абсолютно не должен быть для кого-то примером. Он просто может дать возможность людям понять, что возможно и так. И для этого мой опыт к их услугам. Поэтому мой опыт для того, чтобы они уже не ходили по этим тропам, они могут это просто взять. Просто вот посмотрят нашу беседу с вами, да? И оно в них. Пусть поверят, что оно в них. Им не надо идти снова Лед Зеппелинг слушать. Как вот, например, Будда, он просветлел там под деревом Бодхи, понимаете? Но когда он освободился, просветлел, уже нету этого царевича Схитхартхи, понимаете? Он исчез. А исследователи начали, проследили его путь. Он здесь встал, туда пошел, здесь он молоко выпил, здесь яйцо съел, здесь он перестал, здесь он голодал. И пытаясь вот уподобиться вот тому пути, который он прошел, хотят достичь этого результата. Но результат не имеет отношения к этому пути и к тому, кто его прошел. Его уже нет, он исчез, понимаете? Поэтому здесь это как опыт, который вот дарится для того, чтобы каждый мог его положить в свое сердце и взял оттуда для себя вот это вот что-то. Он не для того, чтобы его обсуждали, не для того, чтобы его кто-то говорил, это правильно, неправильно. Он не для этого. Это мой стакан воды, который я налил и предложил выпить. Все, больше ничего там нет. Там нет никакой истины, никакой философии, никакой этого нравственности, воспитания. Это просто вот утолить ту жажду, которая могла вот возникнуть у людей в интересах того, чтобы вот посмотреть, а как же вот он на это смотрит. Вот просто глотните этой воды, и она, эта жажда уйдет у вас, и все. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.